всем привет привет всем доброе утро если на добрая опять же у нас с утра была сирена по бомбили хмельницкую область ну и там неизвестно что где как но факт был поэтому не очень она у нас добрая вот вчера я не снимала я отдыхала от всего вчера с утра я работала поэтому не смогла поехать на финал денискин вот ну так вкратце скажу алена же естественно было вот было у них две игры они одну игру выиграли вышли они в финал и в финале они проиграли 21 очень печально и жалко но там тоже была достойно очень команда очень сильная вот и поэтому в общем наши вот как бы вот один гол ну проиграли но все равно они заняли второе место им дали всем медали им дали кубки кубок дали и ну кубок а я так понимаю один наверно на команду и дали вот всем медали вот у нас день я уже получил свою первую медаль вот дай бог чтобы не последняя и сегодня а я вам ставлю потом там не алена фотки выслала в конце вставлю фоточки дениса с медалью там вот их не команда вот поставлю посмотрите а а я сегодня тоже сегодня же уже по идее наверное вечером не день опять ну привезут вот поэтому тоже надо что-то кушать готовить поставила там мяско размораживаться надо борщика сварить хоть небольшую кастрюльку и что-то еще приготовить не знаю что день и так понравились прошлый раз тефтели эти он говорил такие вкусные но думаю не буду же опять тефтели делать наверное сделаю сегодня гречанок и вот это принципе то же самое только вместо риса гречка и тоже сделаю такой вот заливочки вот и будет что кушать то борщик сварю то гречанок а в принципе гречаноком больше ничего и не надо потому что это же уже как говорится и каша там и все вместе да и гарнир и мясное только овощи добавил да и все вот и еще не знаю сейчас зайду посмотрю если в магазин скажу сейчас премьер у меня в какой-то день я была пришла а у нас такой ветер был поднял это наверно когда мы с денисом на улице гуляли тогда был сильный ветер и я пришла домой а у меня а у меня или не так а нет это было тогда когда я ездила где не на турнир вот и еда тогда ветер был и я пришла домой и у меня ветром сдуло орхидею с окна и высыпалась вся кора но я такая думаю ну коль такое случилось думаю надо ее заодно пересадить потому что горшки у меня уже давно купленное новое вот и думай кора стоит как-то мне алена купила я кинулась пересаживать а там кора крупной фракции вообще там ну вот такие куски и ну куда там ну не получится вот сейчас зайду посмотрю еще пример скажу может быть там есть мелкая фракция то я как бы принципе пересадила но там не хватает еще немножко сейчас вот вам покажу там не хватает поэтому надо добавить надо добавить немножко в горшок то и думаю может и заодно и следую вторую пересадить или пока не трогать ее она так цветет красиво вот видите вот это все надо досыпать потому что так не годится чтобы стояла это горшочек просто немножко побольше она это еще хорошо что она не сломалась я пришла а тут кругом кругом на полу все рассыпано было это я это я тут зеркало стоит это вот у меня тоже такая опять расцвела только две ветки отцвели это опять вот тоже цветет такая красивая вот такие у меня прям вот это с нового года у меня орхидеи цветут и цветут не знаю тоже у этой тоже надо бы поменять вот этот горшок потому что там вот внутри видите она как прийти потом она как бы болеет вот появляются вот такие вот пятнышки то мне сказали из-за того что вот там вот как влажно сильно надо вот такой вот видите этот горшочек у меня с дырочками там не алена покупала вот короче тоже надо бы пересадить в общем сейчас пойду на поиски пойду на поиски сегодня у нас что на улице 27 сейчас в тени облачков можно сказать нету жара я уже в комнате включила кондиционер потому что на улице 27 той в доме также сама 27 и ну жарко вот реально мне еще с утра солнце сюда светит то реально жарко уже включила кондиционер пусть работа потому что мне еще кушать готовит и будет будет вообще жара уже краситься пора я сегодня с хвостиком решила вот так вот убрать а то тоже то крабик крабик все как-то толта косичку заплетаю сегодня решила хвост сделать тоже уже пора краситься короче короче вот так все надо идти пока не сильная жара потому что чем дальше тем будет еще жарче буду идти в магазин сейчас быстренько пробегусь кое-что там куплю и все и домой и и домой тоже жарю что-то кушать надо приготовить в общем посмотрю как там оно будет как погода на сегодня стоит 30 градусов но если сейчас 27 сейчас 10 утра то наверное будет и все 30 вот так вот я уже вышла на улицу и слышу уже где-то в отдалении уже кричат опять сирены вот только сирена закончилась и я вот только же тоже прочитала что все три ракеты над хмельничиной был избытия слава нашим засу и вот слышу опять уже где-то кричат сирены сейчас будет и у меня кричать а я вышла сейчас мусор заодно выброшу вот и иду в магазин сегодня воскресенье господин им а спокою нам никогда хоть воскресенье хоть не воскресенье и вот у меня вот этот дом вот и рядом получается напротив в котором вот у меня сирена кричит почему у меня так громко вот он двухэтажный вот этот дом это тут тут у меня вот кричит сирена и и вот это иду сейчас посмотрю возможно сирена возможно сейчас все кругом закрывается ну что такое что идти домой вот только вышло шара быть шара быть сейчас гляну если премьер открыт то слава богу ну смысле что сирена могут закрывать все магазины раньше не закрывали у нас но после того как винница кременчук был вот стали закрывать магазины торговые центры стали закрывать сейчас посмотрим слава богу магазин не закрылся так если в такую вот экофлора с утра для орхидеи вот тут я так чувствую что он помельче и тут есть и кого а есть вот такой ну тут он какой-то совсем мягкий наверное вот этот возьму хоть он и дороже 52 90 тот 40 но этот мне кажется получше прошу магазин не закрылся так что слава богу так все боже на улице такая жара сейчас 11 утра но жарко очень я так быстренько хорошо хоть премьер работал магазин то я быстренько скупилась вот там не особо ничего не надо было я вот купила только грунт и взяла кое-что мясного там взяла еще чтобы было там чего и тигрячанок приготовить то курочку взяла и яйца и все принципе больше ничего и не брала все остальное там овощи у меня есть вот так что и домой и домой отбоя пока не было тревоги домах кондиционер включен буду сходить ну что жара очень вообще наверное там солнце пек будет вообще невозможно все пришлось все я уже дома боже жара какая на улице все мокрая кошмар фуга дома да хорошо красота так может сегодня алену попросить чтобы она меня покрасила дома красота вообще сейчас отойду немножко и и пойду на кухню я на кухне пока там окно просто открыто ну закрыла двери на кухне у меня на кухне кондиционера нету только вот в одной комнате во второй комнате а на кухне нету а я вы знаете с этой жарой вот это с нашими этими летами уже думаете какой бы такой надо наверное ставить и на кухню хоть маленький потому что когда еще там готовишь то просто но отсюда когда не готовишь что нормально тогда холод и туда доходит а когда вот готовишь вот сегодня мне придется вот духовку включать вот борщик буду варить то я не знаю там можно уварить там конечно будет вообще пекло сегодня еще собирались думали стане с подружкой встретиться пойти хоть на кофе куда-то сходить и грутань такая жара что просто это а я аж пешком хожу это веру до тебя не дойду где-то сознание потеряю вот родовая в другой раз уже когда она сейчас все равно в отпуске и можно в другой раз когда будет не так жарко вот мокрая все короче я переодеваюсь и на кухню и на кухню готовить я уже перебралась на кухню уже занимаются занимаются делами в жарах конечно поставила уже маска на борщ варить меньше сделай газ поставила гречку на гречаники нам же надо уже чтобы она была отварная снимочки а то очки отсвечивает свет вот замариновала вот я говорила я купила 4 станция курить их замариновала сейчас их пленкой закрою и в холодильник поставлю и пусть там себе маринуется а потом только надо будет в духовочку бросила запекла да и все а вот и сейчас пока у меня тут все вот это варится пока все варится я наверное орхидеи по подсыпаю сейчас их сюда принесу отбоя тревоги до сих пор не было что-то долго отбоя нету странно где она опять летит смотрела вроде никакой информации нету так все ставлю это в духовку в холодильник и буду сейчас заниматься орхидеями принесла их сейчас откроем посмотрим этот грунт какой а тут хороший тут вот такая вот небольшая фракция а тот что у меня вот был сейчас вам покажу а тот что был в какой мне это мне алена была купила ну куда я так такие громадины куски коры вот поэтому я им я ее алене отдам а у нее там же дома большие вот эти клумбы всякие пусть где-то для для декора вот вы выложит или засыплет вот этом вот этим крупный а вот а я сейчас это у меня уже пересажена я сейчас только подсыплю вот эти вот пустые места позасыпаю плохо как тут жарко туда хожу остывать а потом сюда тут еще плюс все варится я представляю что еще будет твориться когда я духовку включу ужас сейчас поподсыпаю и будет красота все я своими орхидеями разобралась все грунт вот кругом подосыпала сейчас эту поставила она напивается водички и все с орхидеями все в порядке гречка моя уже практически сварилась на эти как они господи на гречанике надо чтобы гречка была хорошо разварена поэтому воды добавляем немножко больше и все жду сейчас пока остынет гречка мяско тут мою что мяско варится на борщик жду когда гречка потом остынет и буду дальше делать гречаники борщ у меня уже варится уже у меня тут и картошка бурячок и морковка и лучок варится осталось в принципе только томат и и капусту я варю красивый борщик маленькую кастрюльку нам хватит денег вот им варю без зажарки больше без зажарки потому что он с мясом куда еще туда зажарку он и так жирненький так и приступила сейчас уже к гречаникам вот для гречаника в принципе ничего такого но сейчас расскажу кратце для гречаников что нам надо морковку я уже натерла лучок порезала хотите можно измельчить мясорубки фарш у меня готовый был здесь у меня 800 800 там чем-то грамм гречки на вот эти 800 грамм фарша я сварила сырой 150 грамм гречки взяла два яйца посмотрю как или одно или два пойдет томат это я уже приготовила это мой томат который я сама закрываю как бы перекрученные помидоры это будет и на борщик у меня как раз и на заливку гречаником теперь осталось это только все соединить в кучу добавляю гречку гречку я говорила надо чтобы гречка была она уже у меня остыла чтобы гречка была хорошо сварена знаете не так что аль денте а чтобы хорошо была сварена прямо разваренная фаршик сюда у меня свиной сегодня а вы какой хотите можете сюда добавлять сразу же сюда бью яйцо и посмотрим как уже яйца такие вроде небольшие возможно едва пойдет тоже солю посолить добавить любви любимые приправы и все больше как говорится хитростей больших тут нету те же тефтеры только с гречкой так добавлю добавлю что я добавлю я добавлю сегодня перчик смесь перцев для аромата и для вкуса также добавим сюда чеснок сушеный потому что я сырой чеснок не люблю не в котлетах вот не в тефтелях вот а вот сушеный то что надо и добавим еще сюда где моя паприка свой вот копченой паприки добавим вашу носу закрутила и перемешиваем хотела вручную гречка остыла уже поэтому можно все это дело вручную я же говорю принципе если хотите можно лучок на господи тоже через мясорубку пропустить можно через терку я прекрасно и кусочками он потом весь пропекается протушивается его не слышно да видать яйцо надо будет еще одно кто не готовил попробуйте гречаники это вообще вещь классная правда сейчас гречка стоит как крыло от самолета но тут то надо ее всего 150 грамм и если на килограмм мяса то 200 грамм гречки вот то можно уже выделить иногда приготовить да я наверно сейчас еще одно яйцо вобью сюда потому что такое вот надо чтобы оно держалось в кучке и не разваливалась ой упала у меня упала упала шкарлупка от яйца еще одна да что ж такое и все хорошо перемешиваем и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Вот это все дело. И добавлю сюда, я же сахара нет, но все равно люблю, чтобы был такой, знаете, кисло-сладкий вкус, поэтому сахарозаменитель у меня есть. Поэтому чуть-чуть сахарозаменителя. Вот, все. И вот этим, а, и водички сейчас еще чуть-чуть сюда добавлю. Все, буквально немножечко добавила воды. Все. И вот этой заливкой... Ммм, нормально. А, можно еще и поперчить. Можно добавить сюда перчика немножко. Для вкуса, для аромата. А еще можно добавить... У меня есть лавровый лист, только измельченный. Вот тоже сюда можно добавить. Ну, этот уже никак не помоешь. Мне сколько там написали комментариев, что листья надо мыть. Вы знаете, может быть, и надо мыть, но никогда мы их в жизни не мыли, и нормально, и, как говорится, и глистов нет. Поэтому, кто его знает. И вот этот, допустим, вот идет он измельченный, да, ну, его же не помоешь. А я сомневаюсь, что он там какой-то другой, чем не тот, ну, что в пачках обычный. Вот, он даст хороший аромат. Можно, конечно, их, это я в духовке делаю, а можно их просто, как обычные котлетки, обжарить и потом протушить в кастрюльке. Это, говорится, уже дело каждого. А вообще, это вещь вкусная. И, знаете, как говорится, и гарнир там же, и мяско, все, только овощи взял, и все, и готовая, говорится, еда. И все, вот этим всем я вот так вот заливаю, поливаю наши гречанки. Кто не пробовал, попробуйте приготовить блюдо достойное. Если учесть еще, я говорю, почем сейчас гречка. Вот, это вообще деликатес. Вообще деликатес. Все, вот так вот сразу хоп-хоп-хоп, все залью. И будут они вот такие в подливке. Крышкой накрою, для того, чтобы они очень, ну, не выпарилась вот эта вся влага, чтобы подливочка осталась, а то у меня Деня подливку любит. Все, и в духовочку. На 180 градусов, а там каждый, смотрите, по своей духовке, 20, 30, 40 минут у кого как, у кого как она греет. Фух, ой, сауна, сауна, у меня сауна. Я вот это тут на кухне чуть-чуть поделаю чего-нибудь, потом иду в комнату, там кондиционер работает. Остыну немножко, потом опять сюда. Так, все, а это осталось у меня на борщик. Борщ я тоже без зажарки, поэтому тут у меня осталось уже, вот он кипит. Осталось мне только сюда капуста и томаты, и тоже вот там зелень бросить. И борщик тоже будет готов. А, еще, может, чесночка брошу для вкуса. И на сегодня, наверное, с кухней все. Думала еще сегодня сделать икру из кабачков, но, наверное, я не рискну. Ну, жарко очень, там на завтра вроде бы не такая жара, но не все же в один день, еще завтра что-то сделаю. Я вам, кстати, не показывала, как я кабачки тушу, то, может, завтра покажу, если буду делать их. Вот, все, эти гречанки покажу, какие получатся, пусть пекутся. Ну, все, у меня уже и борщик готов, можно сказать. Осталось мне только вот зелень туда бросить и чесночок. У меня, вы знаете, что-то аж голова разболелась от этой жары здесь. Ну, реально, в духовке очень жарко. Вот. Я уже и волосы эти развязала, 10 раз перевязывала. Блин. Там пытаюсь... Пытаюсь выукоп замороженный. Что-то сегодня была в магазине и забыла купить укропчик. Ну, вот борщик у меня уже готовый. Сейчас вот зелень добавлю и чесночок. И все. Вот, немножко зеленушечки. И чесночок я уже меленько нарезала. И буквально вот закипает, и все. И у меня все готово. Как говорится, к встрече дорогого гостя готового. Я, правда, не знаю, сегодня Дениса завезут или завтра утром. Ну, в всяком случае, у меня уже есть его, что кушать. Ну, и себе тоже, конечно, и ему. Так, что осталось еще... А, мои гречаники уже выключились. Так что достаю как раз и гречаники. И сейчас посмотрим, как тут они себя чувствуют. Горячо, горячо. Ох, какие красавчики. Сейчас вам ближе покажу. Ну, вот, гречаники. Гречаники, гречаники. Видите, какие красивые. С подливочкой. Ароматные, ароматные. Пахнут очень хорошо. Вот. Все, я их закрываю крышечкой. И борщик. И борщик. Все тоже готов. У меня борщик красивый. Я не люблю, когда борщ имеет свекольный цвет. Я люблю, когда вот он красный. И, ну, как я уже сказала, это без зажара. Конечно, многие сейчас скажут, ой, что это за борщ без зажарки. Ну, вы знаете, как говорится, иногда надо подумать и о своем здоровье. Тем более, он по вкусу ничем не уступает тому, что с зажаркой. Я сейчас попробую только вот на соль, борщ. То я посолила и не пробовала. М-м-м, отлично все. Со специй. Супер вкусный. Супер вкусный. И все-таки я склоняюсь к тому, что, все, я его выключаю, он готов. Склоняюсь к тому, что, ну, вот за зажарки, опять же, за эти, знаете, я вот часто смотрю, там блогеров тоже показывают, кто как борщ варит. И вот говорят, обязательно вот томат надо пережарить. Обязательно томат надо пережарить. А потом из-за этого пережаренного томата такая изжога. А вот от такого в жизни не будет изжоги. Вот если, потому что, даже если нет проблем, то от пережаренного томата будет изжога. Даже если нет проблем с желудком. А если еще там гастрит какой-то или еще какие проблемы, то это вообще, ну, будет кто из нашел. Вот. От таких блюд, да, не будет. Я вот спокойно использую вот томат, да, вот просто так, не пережаренный ничего. И очень вкусный борщик, очень вкусный. Я даже сладостей не добавляла. Сейчас же все молодое. Морковка молодая, картошка молодая, капусточка молодая. Борщ такой получается вообще сказочный. Зачем еще те зажарки? Я понимаю, может быть, конечно, если бы он был без мяса, то тогда я согласна, да, что надо спассировать какие-то овощи на каком-то жиру, и это будет вкуснее. Вот. А так как он с мясом, он со свининкой, с ребрышками, то зачем? Вот так вот. Все. Как говорится, встреча гостя готова. Можно теперь ждать. Все. На сегодня с вами прощаюсь. А то у меня что-то реально, аж голова заболела от этой жары. Сейчас жарко очень. Сейчас пойду в комнату, там хорошо. Ну и тут пусть немножко хоть остывает на кухне. Духовка уже выключилась. Так что с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok